Дмитрий Медведев Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьером Дмитрием Медведевым кандидатуры на пост вице-премьеров и министров Встреча прошла в резиденции российского президента Бачаров-Ручей Путин отметил, что обсудил с Медведевым все кандидатуры еще с утра в предварительном порядке Принципиальных изменений в структуре не произошло, тем не менее некоторые перемены есть Первым вице-премьером стал Антон Силуанов Он будет курировать финансово-экономический блок Заместителями председателя правительства также назначили Татьяну Голикову Она будет курировать соцблок Вопросами АПК займется Алексей Гордеев, Дмитрий Козак промышленностью и энергетикой За строительный блок будет отвечать Виталий Мутко, Юрий Борисов за ОПК За культуры и спорт Ольга Голодец Максим Акимов будет курировать цифровую экономику, транспорт и связь Юрий Трутнев будет полпредом в Дальневосточном федеральном округе А Константин Чуйченко руководителем аппарата правительства Свой пост охранил глава МИД Сергей Лавров Глава МВД Владимир Колокольцев Министр культуры Владимир Мединский Министр юстиции Александр Коновалов Министр здравоохранения Вероника Скворцова Министр обороны Сергей Шойгу Министр промышленности и торговли Денис Мантуров Министр спорта Павел Колобков Глава Минэкономразвития Максим Орешкин Министр труда и соцзащиты Максим Топилин И глава Минэнерго Александр Новак Новым главой Минсельхоза стал Дмитрий Патрушев Владимир Якушев теперь будет руководить Минстроем А Дмитрий Кобылкин Минприроды Министерство транспорта возглавит Евгений Дитрих А Минвосток развития губернатор Амурской области Александр Козлов Также поменялся руководитель МЧС Министр по делам Северного Кавказа Главой созданного Министерства просвещения стала Ольга Васильева А министром науки и высшего образования назначили Михаила Котюкова Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бывшая Минкомсвязь Стал руководитель аналитического центра при правительстве Константин Носков Избирательная комиссия Ненинского округа утвердила количество подписей избирателей Которые необходимо предоставить кандидатам в депутаты собрания депутатов Выдвинутых в порядке самовыдвижения Наибольшее количество подписей в свою поддержку 148 предстоит собрать кандидатам-одномодатникам Баллотирующимся по Южному избирательному округу номер 7 Здесь проживает наибольшее количество избирателей Почти 5000 человек 137 подписей должны будут предоставить в избирком кандидаты по искательскому избирательному округу номер 4 Наименьшее количество подписей 113 должны предоставить кандидаты, избирающиеся по Восточному избирательному округу номер 3 Самовыдвиженцы смогут выдвинуть свои кандидатуры на выборы в собрании депутатов Ненинского округа По восьми избирательным округам Западному, Печорскому, Восточному, Искательскому, Заводскому, Портовому, Южному и Городецкому Выдвижение избирательных объединений, которым не нужно собирать подписи избирателей, распространяется на партии, представленные в Государственной Думе России и окружном парламенте А также на партии, преодолевшие трехпроцентный барьер на выборах в собрании депутатов в сентябре 2014 года, но не получивших депутатские мандаты Это парламентские партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также партии «Родина», «Гражданская сила» и партия от пенсионеров России Остальным избирательным объединениям, решившим участвовать в выборах, необходимо будет заручиться поддержкой жителей региона и представить в избирком для регистрации партии не менее 170 подписей избирателей 2017 год в Ненинском округе показал экономический рост Об этом в ходе публичных слушаний об исполнении окружного бюджета за прошлый год рассказала руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко Выводы сделаны на основе роста инвестиций в основной капитал и прогнозируемом росте валового регионального продукта, а также поступающих сверхплановых доходов Около трети всех поступлений в окружной бюджет принесло соглашение о разделе продукции Харягинской СРП Впрочем, нефтяные доходы смогут обеспечить финансовую стабильность региональной казны лишь при 60 долларах за баррель Поэтому для ухода от нефтяной зависимости в настоящий момент разрабатывается новая стратегия социально-экономического развития Ненинского округа Бюджет Ненинского округа на 2017 год был принят по доходам в сумме чуть более 12 миллиардов рублей, по расходам на 803 миллиона больше Скромная доходная часть была сложена из пессимистичного сценария, сказался кризисный 2016 год Но благодаря меняющейся экономической ситуации доходную часть в течение прошлого года удалось увеличить почти на 41% Изменения в параметры окружного бюджета вносились 7 раз Основная часть налоговых доходов окружного бюджета была сформирована за счет поступления налога на имущество организации, налога на прибыль и налога на доходы физических лиц Доходы в виде доли прибыльной продукции по проекту Харягинское месторождение составили более 5,5 миллиардов рублей, что на 3,5 миллиарда больше, чем в 2016 году Несмотря на дополнительные поступления от нефтяников после кризисного 2016 года, окружная власть продолжила и в 2017 году работу с федеральными органами власти по привлечению денежных средств В 2017 году привлечено 1,5 миллиарда рублей с федерального бюджета Это столько же, как и в 2016 году, и вдвое больше, чем в 2015 году Дополнительно отмечу, что от федерации была получена дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в размере 97,6 миллиона рублей Также все департаменты постарались заключить соглашение на получение федеральных субсидий Наибольший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета заняли расходы на образование, национальную экономику, социальную политику и здравоохранение Бюджет региона в 2017 году традиционно носил социальную направленность Бюджет Нинецкого округа, повторюсь, был и остается одним из самых социально ориентированных бюджетов субъектов федерации Прямые расходы на социальную сферу в 2017 году увеличены и составляют 3 миллиарда 141 миллион рублей В регионе действует свыше 145 мер дополнительной социальной поддержки наших жителей Затраты бюджета на социальные выплаты составили 2 миллиарда 707 миллионов рублей или 15% от всех расходов В том числе в рамках федерального законодательства выделено до 12 миллионов рублей Таким образом, 96% это региональные меры социальной поддержки Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 2,5 миллиарда рублей В 2017 году введены в эксплуатацию 3 школы в Красном, Нижнепёше, Тельвиске, а также детский сад на 220 мест по улице Авиаторов Очистные сооружения в Качгарте завершены работы по строительству ФАПа в Шойне Приобретены многоквартирные жилые дома в Красном и посёлке Искатели Завершены 4 этапа уличнодорожной сети микрорайона Факел Реконструирована автомобильная дорога на улице Октябрьская Также в 2017 году введены в эксплуатацию жилые дома, софинансирование строительства которых в предыдущие годы осуществлялось за счёт средств окружного бюджета ВОМИ, КОИ, Индиге и Тельвиске Также из бюджета выплачивались субсидии физическим и юридическим лицам В том числе необходимо ответить появление новых субсидий, таких как возмещение затрат на тару упаковку, на приобретение доставку сухого молока для предприятий, произойдящее продукцию лечебно-профилактического питания У нас в округе это акционерное общество ВИТО Также в форме субсидий была оказана поддержка Наринмар до Римстрою для обеспечения деятельности и Нинской коммунальной компании с целью приобретения имущества Наринмарокргаза для обеспечения населения бесперебойного газоснабжения В ходе проведения публичных слушаний были заданы вопросы, в том числе по строительству автомобильного рынка, поддержке малого и среднего предпринимательства, сокращение количества госпрограмм, материальной помощи участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на ремонт и строительство жилья и другие По итогам заседания сформированы рекомендации публичных слушаний об исполнении окружного бюджета за 2017 год, с которыми можно будет ознакомиться на официальном сайте Собрания депутатов Ниньцкого округа Мария Владимирова, Вадим Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Ниньцком округе представил депутатам окружного собрания отчет об исполнении бюджета за 2017 год Согласно документу, расходы фонда превысили доходы почти на 3 миллиона рублей Исполнение доходной части бюджета фонда за 2017 год составили 100,2% или почти 1,5 миллиарда рублей по сравнению с утвержденным показателем Наш основной источник – это субвенция федерального фонда, она поступила в полном объеме в соответствии с бюджетом федерального фонда обязательного медицинского страхования Дополнительное финансовое обеспечение из округа поступило в полном объеме или 100% в размере 267,6 тысяч рублей Земский доктор по итогам 2017 года поступил в рамках софинансирования 2,4 миллиона рублей или 80% И у нас один земский доктор отказался дальше работать в связи с переездом за пределами округа и вернул нам средства в размере 307,1 тысяч рублей В доходной части мы отражаем возврат остатков в размере субвенции федерального фонда в размере 7,5 миллионов рублей Расходы бюджета территориального фонда за 2017 год составили 99,2% от утвержденных назначений Такие направления как финансирование, приобретение оборудования, ремонт и оборудование, обучение специалистов 3,5 миллиона рублей или 29,4% от утвержденных показателей Оплата иногородних граждан территорий округа 51 миллион по сравнению с доходной части Разница составляет за счет остатков постоянного первого ряда 2017 года Соряжение территориального фонда 99,8% или 28,5 миллионов рублей Финансирование территориальной программы 1,344,90 тысяч рублей 99,9% от утвержденных показателей И земский доктор 1,8 миллиона рублей Это связано с тем, что последняя заявка поступившая от Департамента здравоохранения была направлена в декабре И федеральный фонд нам зачислил средства только 30 декабря Соответственно, они у нас остались на остатках на 1 января 2018 года Экспертно-правовым управлением аппарата окружного собрания депутатов Рекомендовано доработать законопроект об исполнении бюджета территориальным фондом С учетом замечаний и вынести на рассмотрение сессии собраний депутатов для принятия в первом чтении В округе планируется создание государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки» Его реализацию обсудили сегодня в ходе очередного заседания окружной администрации Предполагается, что свою работу учреждение начнет с 1 января 2019 года Затраты окружного бюджета на первый год его работы составят порядка 27 миллионов рублей Полномочия учреждения будут определены в соответствии с федеральным законодательством Предполагаемый штат сотрудников 15 человек Специалистов для работы в Центре кадастровой оценки в округе пока нет К сожалению, территорию округа у нас нет соответствующей организации Как, например, БТИ, принадлежащую округу В связи с чем предлагается решение о создании вновь такого учреждения В соответствии с уставом, проект которым на сегодняшний день разработан Основные виды деятельности, основные цели создания этого учреждения Это проведение государственной кадастровой оценки И хранение и использование технической документации Которая была перевана от федерального и архангельского БТИ Распоряжение о создании Центра кадастровой оценки было дано администрации округа Александр Цибульский поручил Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого округа По возможности ускорить реализацию этого проекта Выгребные ямы в деревянных домах города планируется заменить на септики С такой инициативой к временно исполняющему обязанности губернатора Ненецкого округа Александру Цибульскому Образился председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин на очередном заседании администрации округа Замена выгребных ям на септики Эта тема регулярно поднимается с жителями деревяшек на встречах с депутатами окружного собрания Впрочем, первый шаг на этом пути был уже сделан Несколько лет назад из окружного бюджета выделяли деньги для перевода домов на полное благоустройство Но подрядчик Наринмар-Окаргаз не справился с поставленной задачей Сейчас будет весна и в эти дома, честно говоря, невозможно зайти Потому что сильно очень пахнет Пахнет в калидоре, пахнет в квартирах Что создает не очень комфортное проживание людей И на этих встречах всегда жители задают такие вопросы Что невозможно жить в деревянных домах Там, где есть простые туалеты Анатолий Мяндин отметил, что решить этот вопрос можно было бы за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ Но очередь на ремонт деревянных домов большая И в ней на сегодняшний день стоят не все дома Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации Остается выделение денег на замену выгребных ям септиками из окружного бюджета Если есть возможность у нас в том числе облегчить жизнь людей через благоустройство домов Это надо тоже проработать и посмотреть Исходя из степени их аварийности и износ Понятно, что если мы планируем в ближайшее время запустить переселение этих домов То здесь, наверное, надо подходить к этому с точки зрения рачительности Если у нас в ближайшее время это не запланировано Конечно, выйти путем строительства септиков Это самое правильное и, по крайней мере, сильно облегчит жизнь людей Глава региона поручил проработать этот вопрос администрации города И департаменту строительства и ЖКХ Нинецкого округа По словам Александра Цибульского, решение проблем благоустроенного жилья Основная задача для властей округа на ближайшие три года Александра Литкова, Вадим Носкин, Телеканал Север Столицы округа проведут конкурс на лучший проект ландшафтного дизайна Прием заявок на участие стартует 25 мая А крайним сроком начала работ по оформлению территории станет 3 июня Общую тему, объединяющую ландшафтные проекты, в этом году решили не обозначать Каждый участник определит ее сам и опишет ее в кратком плане проекта Объемом не более двух страниц, который будет необходимо приложить к заявке на участие Каждому участнику будет представлен участок площадью 1,5 на 2 метра На котором необходимо будет создать элемент ландшафтного дизайна Материалы, которыми по правилам конкурса можно украшать территорию Зависят только от фантазии мастера Ограничения введены только на использование вторсырья Например, пластиковых бутылок Конкурс «Лучший ландшафтный дизайн» проводится второй год Его цель – обратить внимание жителей города на проблему сохранения зеленых насаждений Простимулировать общественную активность А также привлечь организации и учреждения к созданию проектов по оформлению и благоустройству общественных территорий Работы участников разместятся там же, где и в прошлом году В районе дома номер 11 по улице Смедовича При подведении итогов конкурса будут учитываться флористическое оформление территории Использование декоративных элементов, а также применение современных материалов и методов дизайна Компания «Саратовская авиалиния» объявила о прекращении деятельности На официальном сайте авиакомпании размещена информация о том, что в адрес перевозчика поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Документом предписано приостановить продажу билетов с 30 мая Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая Сообщает пресс-служба компании В связи с этим руководством саратовских авиалиний принято решение об остановке деятельности предприятия и вынужденном увольнении сотрудников На основании письма Федерального агентства воздушного транспорта авиаперевозчик приостановил продажу авиабилетов на все рейсы, выполняемые с 31 мая С ноября прошлого года саратовские авиалинии выполняли рейс по маршруту Санкт-Петербург на Ринмар-Санкт-Петербург На информационном ресурсе компании указан номер телефона горячей линии для пассажиров, купивших билеты 8 800 600 78 78 Голова основного ледохода на реке Печора сохраняется на участке Даниловка-Приуральская, 851 км выше Наринмара Подвижки распространились до Соколова, ниже по реке Ледостав за Крайными В районе Щеля Юра и Йормицы отмечаются подвижки и разводия Голова местного ледохода развивается на участке Новый Бор, устье реки Хоряга Подвижки распространились до Тошвиски, что в 105 км выше Наринмара Ниже по течению ледостав за Крайными В связи с низкой водностью и холодной погодой в ближайшие двое суток на Средней Нижней Печоре сохранится замедленное продвижение ледохода Согласно краткосрочному прогнозу, вскрытие реки Печора на участке город Печора и Йормицы ожидается в период с 19 по 24 мая И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды Субтитры создавал DimaTorzok